МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, этот период, в общем-то, кардинально отличался от первого моего созыва, шестого, потому что на него выпал 300-летний юбилей города Перми. Это огромное такое событие, мероприятие, я бы даже сказал, целый комплекс мероприятий. Ну, все, наверное, жители города это почувствовали, все увидели результаты, но просто за всеми этими делами и итогами стояла большая подготовительная работа, то есть вся эта нормативная документация, принятие решений. Как правило, все это проходило через Думу, через депутатов. Это непростые были проекты и решения, поэтому, соответственно, это отразилось в том числе и на чисто депутатской деятельности. Как мы знаем, это для вас второй созыв, вы также были в Думе шестого созыва, ваш округ 16-й, все местные жители действительно вас знают, и как бывшего директора завода Камкабель. И в целом, я так понимаю, с людьми у вас контакт уже налажен за два созыва. Вот скажите, в седьмой созыв, с какими просьбами от избирателей вы зашли, какая работа была проведена за это время? Ну, округ очень непростой. Я, можно сказать, плотно общался и был на Гайве с 2002 года, то есть когда начал работать на Камкабеле. То есть, по сути, уже третий десяток у меня связана, скажем так, большая часть жизни именно с этой территорией. Он очень непростой в части и транспортной доступности, в части того, что все-таки это отдаленный район, а у нас исторически сложилась такая ситуация, что эти районы финансировались по остаточному принципу. Кроме этого, достаточно немного там предприятий крупных, которые бы позволяли обеспечить занятость. Поэтому вот это движение, скажем так, утром на работу, вечером домой, это еще осложняет. Ну, целый комплекс проблем. Я думаю, что если в первом созыве потребовалось, наверное, где-то год на осознание тех проблем, которые существуют в районе, потом начали их решать потихоньку. Но, тем не менее, я думаю, что определенные улучшения люди почувствовали. Потому что основная проблема, конечно, были дороги. Но это, в принципе, наверное, общегородская. Очень большая проблема была с дворами, тротуарами. То есть, в принципе, вся дорожная сеть, если говорить о малой дорожной сети, как тротуары и прочие дорожки, она, в общем-то, носит тропиночный характер. И, соответственно, это осложняет проблему, скажем так, обустройства всего. Потому что каждую тропинку не заасфальтируешь, но это бред. Ну, то есть, нужно какие-то подходы искать другие. Проблемы большие были с тем, что, опять же, наполнение спортивной, культурной жизнью, вот это все упиралось в недостаток определенной инфраструктуры. Но был отремонтирован стадион. Я сразу хочу оговориться, что это не я, это не только я. Но, тем не менее, функции депутатов, фактически, это представительная власть. А представительная власть, она не представляет, не организует представления. То есть, есть представительские расходы, а это именно представители. Потому что почти 60 тысяч жителей Гаева из Озерия не могут прийти с петицией или еще с чем-то. И вот выборная власть, она как раз и заключается в том, что делегирует определенные полномочия, накладывает на тебя обязанности. Ты не должен не просто донести эту проблему, эту, так сказать, боль, а ты должен решить. Потому что ты же, когда избирался, ты декларировал, что ты там умный и еще какой-то. И вот, соответственно, когда мы говорим о том, что что-то сделано, это сделано именно благодаря и лоббированию, и каким-то депутатским программам. Просто вот стадион Гаева, это сейчас, в принципе, площадка спортивная, которая может принимать, ну, в общем-то, турниры международного уровня. ДК Чехова. ДК Чехова находился в, ну, не в муниципальной собственности, в частной собственности. В принципе, проблема в чем? В том, что мы не можем толкать собственника, да, и говорить, давай вот это развивай, давай вот это. Это его собственность. Он может вообще ничего, там, только какие-нибудь свадьбы организовать, там, поминки и так далее. Вот. И поэтому задача была перевести его в муниципальную собственность, с тем, чтобы он полноценно заработал. А такой объект был нужен. Он нужен городу, он нужен, вот, так сказать, округу. Потому что реально, ну, там есть учреждение культуры, и поэтому мне периодически задали вопрос, Владимир Евгеньевич, так у вас же есть. Ну, то есть, как позиция, да. Но это бывший кинотеатр, где максимум 200 человек может расположиться. А это полноценный дворец культуры. Дворец культуры. Дворец. Вот. Поэтому там и, в общем-то, и наполняемость совершенно другая, и сопутствующие помещения. То есть, и когда мы его выкупили, было много вопросов. И, в общем-то, приходилось, так сказать, отжиматься, как инициатору этого всего процесса. Но, вот, в итоге смог и коллег убедить, и поддержку получить. Потому что, ну, зачем, вроде бы, выкупать за, ну, пусть за немалые деньги, когда можно построить. Ну, построить было бы просто, я думаю, раз в 10 дороже. Если говорить вообще о выстраивании диалога с населением, вот как у вас этот процесс идет? Я так понимаю, идет ведь контакт и с ТОСами, и с конкретными жителями округа, да? То есть, этот процесс беспрестанно, безостановочно идет? Ну, да, в принципе, если говорить о личных встречах, я стараюсь общаться со всеми категориями. Ну, понятно, что в силу специфики, так сказать, свободного времени и интереса, это в основном категория, скажем так, 60+. Вот, но, тем не менее, несколько раз я пробовал формат общения с молодежью, то есть, от 15 до 20. Очень некомфортный формат. Я так понимаю, когда мы собрались, то дрожали все, и депутаты, и, так сказать, 15 человек приглашенных. Но он очень интересный, потому что, первое, надо было сломать некий вот такой лед недоверия, непонимания, и выяснили достаточно такие интересные моменты, потому что мы занимаемся молодежью, молодежной политикой, но вот мне уже за, и поэтому очень интересно понять, что люди хотят. Мы насыщаем свою повестку развлекательными мероприятиями, да, говорим, давайте мы вот это построим, давайте это сделаем, давайте мы для вас вот это организуем. Большинство из тех, с кем я вот общался, они однозначно сказали, что у них в приоритете это интересная и с достойной зарплатой работа. И это, кстати, очень радует, потому что, ну, от людей, в общем, максимальный возраст 20 лет, услышать вот такую прагматичную и разумную позицию, ну, это очень было здорово. Малые точечные дела, это действительно важно, обратная связь от жителей округа, это тоже важно, но еще ведь остаются у нас большие дела, общегородские, я знаю, что вы принимаете активное участие в обсуждении самых разных вопросов, я знаю, что вы зампред по бюджету и налогам, еще входите в комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории городского хозяйства. Вот недавно буквально читал, что вы задавали вопросы по поводу ремонта трамвайных путей, да, на Мира, что действительно 25-й год, нужно, чтобы темпы не снижались, да, самое главное, чтобы быстрее люди почувствовали, что город изменяется, становится комфортнее. Транспорт – это, в общем-то, для меня больная тема, потому что она, в общем-то, сквозная, она касается всех людей, это, наверное, самая большая категория, порядка 400 тысяч у нас поездок в день происходит, то есть вы можете представить, при нашем миллионном городе, и хотелось бы, чтобы люди, которые этой сферой управляют, то есть они принимали правильное решение. Мы неоднократно уже говорили о том, что, точнее говоря, декларировали о том, что транспортная реформа завершена, ну, последние три года мы об этом регулярно говорим, но каждый год у нас, так сказать, что-то обновляется, сеть, там еще что-то. Тема с кондукторами. Тема с кондукторами, и вот когда в бюджете дыра в полтора миллиарда, это очень неправильно, а когда мы ее еще закрываем тем, что повышаем, в общем-то, стоимость проезда, не решая проблему безбилетников, ну, это, я считаю, что это очень неправильный подход. На ваш личный взгляд, что в ближайшее будущее нужно поменять, изменить в городе, в принципах взаимодействия, чтобы действительно город развивался? Что я считаю принципиально важным, это приоритеты. То есть в условиях, когда у нас нет никаких ограничений, то есть пошли и взяли сколько нужно денег, тогда понятно, можно не заморачиваться на эти вещи. Но когда у нас достаточно жесткий бюджет, который требует внимания экономии и оптимального расходования, то в этой ситуации приоритеты – это самое главное. В первую очередь, наверное, нужно закрывать болезненные позиции, а у нас они серьезные, это аварийное, ветхое жилье. То, что мы делаем, в общем-то, скажем так, не опережающими темпами, а они растут, то вопрос в другом – они не опережают. То есть у нас того же аварийного ветхого жилья образуется больше, чем мы его ликвидируем и расселяем. Поэтому эту проблему нужно решать. Ну и на финал, блиц-вопрос, немножко давайте уйдем в позитив и попробуем порассуждать. Лично вы, чем гордитесь, работая и живя в нашем городе? Я знаю, что люди, которые обращаются, они, по крайней мере, за эти 7 лет, они поверили, что обращение к депутату может что-то дать. То есть если до этого было однозначно, что бесполезно, то теперь они обращаются и ждут, что действительно чудо произойдет. Знают, что это рабочий инструмент. Второе – это то, что уже в некоторых случаях даже угроза обращения к депутату оказывается действенным рычагом для решения проблемы. То есть они говорят, потому что вас, наверное, сильно уважают. Я говорю, нет, потому что я вредный, мягко говоря. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в гости и ответили на наши вопросы.